Сейчас он как орнет на меня, смотри. Блин, тварь, так и думал. Ага. Здорово, ребята, с вами Витек, и это снова Салли Фейс. Пинг. Это был УЦ Фейс. Ну и мы, как вы помните, вернулись с вами в дом. В общагу, я так понимаю, мы на первом этаже. Здесь, видимо, опять нужно будет ходить нам по всем комнатам. Камеры, наверное, чинить, ломать. Ну что-то вот в этом роде. Хотя, может быть, давай попробуем, действительно, миссис Гибсон. Оу. Гасит там зомбак какой-то уже, а не миссис Гибсон. У них что, руки скованные? Ааа, это цепочка, боже мой, а что с тобой? О, хипуха, ты смотри, старуха-хипуха. Уже в зомби превратилась, а волосы все еще красят в фиолетовый. Хотя Сал тоже с голубыми волосами. Так что у них тут нормально. Это, я думаю, общага фриков. Общага фриков, ребят. Че тебе, Сал? Просто хотел узнать, как у вас дела. Я, может, и старая, но сама могу о себе позаботиться. Большое спасибо. Большое спасибо. И, понятно. Ускоренный режим, видимо. Оу, сюда еще могу сходить к бабуле. Помните, бабуля-то у нас немножко стала призраку. Ага. Розенберг, ну-ка, ну-ка. Ой, здравствуй, милый Салли. У вас усталый голос, все в порядке? Да-да-да, я в полном порядке, просто отвлеклась на собственные мысли. А ты знаешь, со мной бывает. Вы дочитали эту книгу? Дочитала. Она вам вроде бы понравилась. Нравилось что-то не так? Концовка не по душе пришлась? Большинство концов, клиш и ложь, которые мы рассказываем себе, чтобы создать обманчивую иллюзию надежды. Что вы имеете в виду? В реальности не бывает счастливых финалов, Салл. Финал един для всех, и он ужасен. Смерть. Вы не можете знать точно, Роз. Я даже если... А даже если и так, то разве жизнь не становится от этого еще более драгоценным даром? Это наш единственный шанс сиять так ярко, как только можно, пока нас не поглотила вечная ночь. Господи, Салл, что с тобой? Тебя ударил философ в ночи? Откуда такие мысли? Поэтому я пытаюсь прожить свою жизнь как можно полнее на случай, если другой у меня не будет. Не для тебя, милый мой. А? О, не обращай внимания, дитя. Меня восхищает твой оптимизм. Я его боюсь, уже давно потеряла. Эм-м-м. Можно еще поболтать? Береги себя, Салли. Так, ладно, это просто болтули, ребят, были. Это были бабули-болтули. Квартира мистера Эдисона. Ну когда... Опа, и ты смотри, он чайок-то продавать стал, я так понимаю. Добрый вечер, Салли. Как поживаешь в этот прекрасный денек? Здравствуйте, миссер Эдисон. Я в порядке, а вы как поживаете? Прекрасно, юноша. О, вам нравится новая вывеска? Оно чудесное, благодаря вам и Ларе. Эм-м, у меня словно собственная чайная. Я скучаю по тем временам, когда раздавал чай жильцам бесплатно. Но я просто не мог позволить себе продолжать. Я рад, что вам понравится. А еще считаю, что брать деньги за чай абсолютно резонно. Все понимают, как я рад это слышать. Есть новые жильцы? Боюсь, что нет. Хотя на следующей неделе придут смотреть на комнату. Так что думаю, надежда на горизонте виднеется. Уверен, что вам скоро улыбнется удача, Теренс. А если вам с чем-то понадобится помощь, не стесняйтесь у меня ее попросить. Ты так добрый, Сал. Спасибо, я обязательно запомню. Так, ладно, досвидули. А здесь вроде бы ничего не было. Да. Так, а на выход... О, что-то почта, погоди. Генри Фишер, Генри Фишер, Генри Фишер, Мусор, Мусор. Ой, Сал Фишер, это мне письмо. Нет обратного адреса. Как-то странно. Конверт пустой, что за фигня? Там, наверное, споры сибирской язвы были. Сейчас ты сдохнешь. Ха-ха-ха. Странно, действительно, согласен с тобой. А если еще раз почитать? Потом папину почту заберу. Видите, какой лентяй, а? Маленький лентяй с синеболосой. Ладно, с первым этажом покончено, ребят. Какое у нас задание вообще? Цель встретиться в 202-й. Во! Нормально, задание-то есть уже. Че мы тупим-то? Ну как, не мы тупим, я туплю. Вы-то че? Так, а в подвал я тоже могу, да? Ну ладно, пока в 202-й тогда по заданию пойдем. Че тут как? Уйти? Комната родителей? Комната Тодда. К родителям пойдем? Заперто. Ладно, ладно, ладно. А призраки? Оу. Это что, родители Тодда? Миленько. А, понятно. Я теперь понял, почему у меня такие глаза. Эти глаза напротив. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Че тут, по-моему, кто-то долго не был сортир, смотри. Аж пожелтело. Есть че пожрать? Эй, а если найду? Я забыл, кстати, что нужно ходить и прожимать постоянно кнопку. Здравствуйте, миссис Моррисон. Эй, Салли, собираетесь на поиски очередного приключения? Что-то типа того. Я думаю, это прекрасно. Жизнь полна потенциальных приключений, невероятных тайн, которые только и ждут, как их изведают. Вы абсолютно правы. Да, нужно просто поймать момент. Хотя порой приятно расслабиться на диване после долгого дня. Понимаешь, о чем я? Мы с Рэем смотрели телевизор, затем отрубились, словно малые дети. Эх, разве он не милаш? Да, наверное. Только вот у вас нет телевизора. Ну, это было очевидно. Они, конечно же, смотрят ковер. Что еще их делать? Такой же бегло. Ах, хорош. Да, разве это не прекрасно, жить без всего этого шума? Ага, ну я пойду. Действительно. А то-то ты в курсах, что у тебя там предки. Телевизор смотрят. Хотя у тебя его нет. Ха-ха-ха. Так, поговори. Что тут? Вот что-то есть, смотри. На-ка. Что за новое устройство? О! Ты пока не должен был его видеть. Я собирался сделать тебе сюрприз. А что это? По-моему прочего, это портативный усилитель со стандартными эффектами, которые нужно можно использовать, чтобы апгрейдить твою гитару. Круто. То-то, да ты гений. Не могу дождаться, когда опробую его. К сожалению, тебе придется потерпеть. Я жду пока почта заставить парочку нужных частей. Кроме того, если сейчас у нас есть пара важных дел. Точно. Ладно. Ну давай поболтаем. Вы готовы? Еще нет скорой юнусы. А к чему? Ну давай, я готов. Пока мы не начали, ты возможно захочешь взять с собой приставку. На всякий случай. А, да, хорошая мысль. Скоро вернусь. О, приставка. Это та, которая ищет призраков и все такое? Картинка на стене классная. Где? Или не здесь. Видимо где-то в другом месте. Сейчас глянем где. Где, где, где. Шар. Ребенок. Не понял, где у тебя тут картинка хорошая. Ну ладно. Значит, что нам надо сделать? Нам сходить надо к себе и взять что-то, да? Никого нет дома. Ну я по пути сразу проверю все комнаты на этом этаже, чтобы потом не возвращаться уже. Свободный, кажется, у Эдисона недостаток съемщиков. Так. А, двести четвертая. Ну может мы сюда потом еще пойдем, кстати. Потому что сейчас ничего нет толком. Да. Здесь как бы. Ну может быть и правда как бы забросить все это дело. Боже, этот запах до сих пор не выветрился. Я туда не пойду. М-м-м, да. Все, дальше там уже камера. Ну ладно, пошли тогда к себе на четвертый. Кажется, мы на четвертом живем. Что-то такое я припоминаю, да? Где тут моя комната? Квартира с Алла. Ты смотри, я полгода в игру не играл. Прям как точной наводкой пошел. Так, а где точка? А где котя? Опа-на. С Алла мне снова нужна на работу. Буду поздно. Если не поужинаешь с Лизой и Ларей, в холодильнике есть кое-какие остатки. Прости, что в последнее время я постоянно занят. Может удастся выбраться куда-нибудь на выходные. Люблю тебя, папа. Окей, записка. Опа-на. Так, для котейки и дулька. Так, прыгай в ванну. Что тут? О! Боже. Кота, ты что офигел? Упс. Прости, Гизма, я не знал, что ты тут здесь. Нормально там вообще котейка в ванну принимает. Да за шкерман его оттуда и заставить вылизываться. Ты что? Салл, ты слишком мягкотел. Давай посмотрим, что там носки какие-то под кроватью что-то есть. Что это деньги? Что я взял-то? Это старая фотография мамы. Я думал, отец всех выбросил. Привет, мам, я скучаю. Надеюсь, ты обрела покой. Видимо, это для какой-то ачивки. Ага. Наоборот, что-то написано. Генри, ты мой луч света в темном царстве. Не верится, что у нас будет малыш. Я так счастлива. Все просто замечательно. Люблю тебя, Диана. О! Маму сало звали Диана. Я думаю, это все вот эти вещи. Прочитать письма и там поднять вот эти все фотки. Это, наверное, что-то связанное с ачивкой Slip Aid. Смотрите, справа снизу. Отцовский компьютер включен. Но нужен пароль. Может, удастся узнать его. Генри Фишер. Пароль. Число Пи? Вряд ли. Три. Один. Большой пароль. Ладно, это мы потом узнаем. Забрать приставку из 402. Да понятно, что из 402 приставку забрать. Мне пароль отца нужен. Так. Эдвард Шовел Хэнс. Эдвард Руколопаты. Твайн Паркс. Опа, на супер геймбой взят. Что такое? Что-то я еще взяла. Чайная кружка. Хорошо. Вампайр Хантер. Вампирский охотник. У тебя комбик. Хоп, она фотка. Смотри, фотка. Что-то фиолетоволосового. А, это этой девчонки, которая там призраком была. Играем. А что, у меня цель высветилась, кстати. И не усвечивается отсюда. Это нормально? Видимо, я слишком долго хожу, и мне игра решила подмочь. Чуть-чуть-чуть. Давай. Второй этаж. Двести вторая комната. Чуваки, я иду. А, вот и я. Вы готовы? Готовы. Я подключился к камерам и смогу зацикливать запись пустого холла, пока вы не вернетесь. Будьте осторожны. Куда мы идем? Готово. Круто. Надо быстренько управиться, пока она не вернулась. У-у-у, преподжа, сейчас мы тебе тут вскроем все. Чувак, тут как из жопы воняет. С дышком грязных ног. Судя по всему, кто-то в грязную жопу засунул ноги. Вот они и пахнут, сейчас мы их найдем. Божечки, лучше нам тут не задерживаться. Не смогу долго переносить эту вонь. Зацени-ка эту картину. Что, если Пакертон правда работает на ферме? Не знаю. У меня от этой картины странное ощущение, словно озноб. Ого, да, я тоже чувствую. Давай осмотримся. Так, мне нужно взять этот какой? Геймбой в руки, да? Как его? Так, так, так. Теперь я могу нажав Y и выключить нажав R. Так. Пальня 2. Зарпер-то. Часы. Ну, стрелки часов застряли на 15-14. Ребят, это наверняка пароль какой-то. Брингем и карандаш. 15-14, ребят, записываем. 15-14. Когда я пытаюсь сдвинуть, они просто возвращаются на свое место. Окей, спальня 1. Заперта. На дверной ручке какой-то странный механизм. К ним надо что-то приложить, да? Ключ-карту. А, в подвал. Это не то. Эту штуку можно приложить? Нет. Окей. Ладно, пошли дальше. Радио. Классное старое радио, только вот не включается. Наверное, сломано. Подгузники? Тут здоровая упаковка подгузников. Как думаешь, ими пользуется миссис Паккертон? Наверное, чувак. Паккертон же развалюха. Ну-ка, вдруг в подгузниках призрак живет? Ванная. Пошли в ванную сходим. О, боже мой. Вот. О, там насрено. Боже мой. Что тут происходит? Что за зеленая какашка там? Когда на последний раз мыла свою ванную комнату? Пускай. Фу, мерзость. Там здоровенная личинка плавает. Боже мой, куда я зашел, а? Ну-ка, давай проверим сначала. Не, ничего здесь нету, ребят. Больше ничего нет. Морозильник. Он заполнен колбасой, замороженными овощами и другими продуктами. Ничего необычного. Так. Давай поговорим. Нашел в холодильнике что-нибудь странное? Да, необычные продукты. Да не, обычные продукты. Так лучше звучит. Сила за пятой, между прочим. Но в морозилке висит замок. Сможешь его открыть? Ага, дай мне минутку. Уже открыл? Еще нет. Уже открыл? Еще нет. Что ж такое-то? Готово. Ну, открывай. Ладно, давай открывать. Сатанина какая-то. Так и знал. 1047, ребят, смотрите. 1047. Это правда, козы? Я ж, блин, так и говорил, чел. Я еще... Фу, мерзость. Не думаю, что все так просто. Давай попробуем забраться в те спальни. Ладно. Слушай, что кровища какая-то. Разве она была раньше? Ее не было. Кровища. О-о-о-о-о-о-о. Привет, малыш. Ме-е-е. Перевод не требуется. Ме-ме-е. Сейчас такая ми-ми-ми. И пойдет эта, знаете, из анимехи. Ме-ми-ми. 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 Может быть, это тоже пароль? 1212. Ме-ми-ми-ми-ми-ми. Что это была за кренотень? Призрак козы. Судя по всему, мне, наверное, уже не стоит удивляться. Ну, такого я точно не ожидал. Еще можно его поиспользовать. Наверное, все-таки это какой-то пароль. Ме-ми-ми-ми-ми. Что-то еще есть. О, вроде, смотри, заиграло. Так, 1047. На козе было написано 1047. Может быть, теперь надо с козой поговорить? Она что-то скажет? Через радио? Здравствуйте, мистик коза. Мне то же самое. Видимо, не то что-то. Ну, по крайней мере, на волну козы я настроился. Что еще? У меня еще было 1212. Здесь такого нету. У меня было 314. Тоже нет такого. 1047. Так, 1514. 1514 тоже нет. Ну, здесь только 1047, ребят, есть. Хорошо, оставляем 1047 пока что. Идем дальше. Давай, вскрывай. Чувак, замок очень чудной. Не уверен, что смогу его взломать. Ну, попробуем. Ну, так давай, взламывай. А-а-а, смотри, я могу время изменить. 314, смотрите, число пи здесь висит. А-а-а, 15. 1514. 0314. Действительно, это число пи. Пи 14. 0314. Так, значит, что нам поставить там? Либо 1212 надо поставить, либо 1047. Ну, давай попробуем 1047. Не помогло. Давай 1212. О! Первая спальня открылась. Давай посмотрим, что внутри. Отлично. О! Здесь кто-то есть! О! Здесь кто-то есть! Здравствуйте. Это мистер Пакертон. Здравствуйте. Думаю, он тебя не слышит. Ты прав, судя по всему, он находится в каком-то вегетативном состоянии. Чел, каков же жопец! Я ищу этот гадкий запах точно отсюда идет. Фу! Давай быстренько глядимся, а потом свалим. Давай. Тут вывески. Во всех этих статьях говорится о смерти мистера Пакертона. Если он мертв, то кто же лежит на кровати? Что я хочу узнать, так это то, какого хрена здесь так много обосранных подгузников. Серьезно? Тип? Что тип за пигня? Понимаю, о чем ты. Меня от этой квартиры просто тошнит. Ты же не думаешь, что она использует... Не-не, нафиг. Даже думать об этом не хочу. Думаю, если бы секретным ингредиентом было человеческое дерьмо, тот бы заметил это в лаборатории. Тебе не кажется? Думаю, да. Но без понятия, вот честно, давай просто поторопимся. Окей. Какой-то аппарат бешеный мистер Пакертон. Вы мистер Пакертон? Моргнитесь и слышите меня. Здравствуйте. О, можно пообщаться. Юная дитя, прошу, помоги мне. Как вы? Вы мертвы? Я нахожусь посередине. Страдаю уже, кажется, целую вечность. Эм, это с вами миссис Пакертон сделала. Когда-то мы любили друг друга. Или я так думал? Да, это ее рук дело, пожалуйста. Ты должен помочь мне прервать эту бесконечную агонию. Что кладут в колбасу? Колбасу? Боюсь, тут я мало что знаю. Это комната моя тюрьма. Гробница и вечные печали. Я никогда не смогу выйти из этого состояния. Так, как я могу помочь? Ты должен отключить эту жуткую машину. Ну это разве не... Это вас не... Это положит конец моим страданиям. Освободит от мучений. Но вы уверены? Прошу, дитя, умоляю. Поторопись, пока она не вернулась. Вырубаем. Все. Надеюсь, что правильно поступил. У тебя не было выбора, чел. Несчастный мужик страдал. Он этого хотел. Да, наверное, просто... Я... О, черт, она вернулась! Быстро прячемся за этим комодом. Если мы отсюда не выберемся... Я... Я люблю тебя, чувак. Я тебя тоже люблю, чел. Ты мой самый лучший друг в мире. А ты мой, приятель. Может, это тот? Я что-то так очканул тоже. Эй, простите, что порчи момент. Но что это, блин, за место? Эшли, ты нас до усрачки напугала. Я заметила. Ох, блин. Как же я рад тебя видеть, Эш. Я думал, нам крышка. Я думал, тебе нужно было присматривать за Бенджамином. Папа вернулся домой пораньше. Так что я сразу поехал сюда. Простите, что напугала вас. Я... Это мистер Пакертон? Он? Это был он. Но больше нет. Он, наконец, обрел покой. Черт. И, пожалуйста, не говорите, что в колбасу добавляют это. Надеюсь, что нет. Я не уверен. Осталась еще одна комната, в которую мы не заглядывали. Надо пробраться туда, перед тем, как уйти. О, зацените. Пока мы прятались, я нашел под комодом связку ключей. О, прикольно. Какой-то из них этих ключей открывает вторую спальню. Давайте посмотрим, что внутри. Все что угодно. Лишь бы выбраться из этой комнаты. Поговорить хотите? Хе-хе-хе-хе-хе. Если бы не пришла Эш, мы бы, наверное, так и не нашли эти странные ключи. Всегда рада помочь. Окей. Так, есть что еще тут? По-по-по-по-полтергейстить? Вроде бы нет. Окей. Так. Спальня 2. Мы пробрались. Что за... Боже мой. Смотри, азбука Морзе. Азбука Морзе висит. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Возможно, мне нужно будет где-то ее применять, чтобы цифры какие-то получить. Не к добру это. Осмотреть стену. Морозильник. Еще один гребаный кодовый замок. Так. 1, 2, 3, 4. Так. До... До... До 6. Странно. Вроде должен открыться был. Он же... Звякал. Осмотреть. Да тут просто какая-то скотобойня. Так. Что мы можем... Ладно. Если не щелкает сам морозильник. Да. Надо что-то придумать. Смотрите. Это, видимо, маленький. Это что? Маленький это точка. Вот пароль. Точка 4- 4 точки- Три точки- Две тире. Вот. Это азбука Мороза, ребят. Смотрим. Значит. Точка 4- Это 1. Здесь тоже 1 будет. Так. Что там? Четыре точки- Это 4. А три точки- Два тире. Это 8. А, три точки- Два тире. Что туплю? Три. 1-4- 1-3, ребят. 1-4- 3-41. Только в обратную сторону. Прикиньте. Но я, кстати, дошел бы до этого. Я бы попробовал число пи в обратную сторону напечатать. Я уже думал об этом. Может быть, наоборот, надо какой-то пароль, думаю. Что там? Оооо. Мы по самые уши вляпались. Нужно позвать на помощь. И сейчас она такая в дверях. Никуда вы не пойдете. Там нет костей. Что? Там нет костей. Одно только мясо. Чувак, не завязывай. Ооо. Я же права. Нужно позвать на помощь. Ты разве не понимаешь? Нам никто не поможет. Каждый раз, когда тут что-то происходит, это скрывается. Культ. Люк. Чарли. Миссис Сандерсон. Как знать, что еще скрывает это место? Мы не можем доверять копам и не можем рассказать своим родителям, потому что они захотят обратиться в полицию. Они так и не поверили ничему, что мы им рассказали. Так что же нам делать? Не знаю, блин. В каждом разом все хуже. Пакертон режет людей на кусочки. Поедает их. Подает их. Теперь я буду совсем иначе смотреть на колбасу. А что он туда кости что ли замалывает? Я не понимаю. Колбасу в эту. Ну так. Ну так что? Вы спросили, почему я не ем колбасу, и я рассказал вам почему. Но ведь... Вы ведь так любите невероятные закрученные истории. Неужели не расскажете, что было дальше? А зачем себя утруждать? Вы скорее всего не поверили ни единому моему слову. А дальше история становится еще более невероятной. К тому же вы наверняка все обрежете и выставите меня по телевидению чокнутым. Если расскажете нам остаток истории, мы пустим ее в эфир как есть. Без редактуры. Я вам обещаю. Я слышал, как вы упомянули имя Тодда Моррисона. Еще до того, как мы начали. Вы к нему ездили? Мне тут нечего. Ничего не рассказывают. Да, мы вчера снимали про него сюжет. Он в порядке. Он все еще в больнице. Давайте так. Вы закончите историю про колбасу, а я расскажу вам про Тодда. Перед тем, как мы вышли из квартиры миссис Пакертон, Эш еще кое-что заметила. Эй, ребята, посмотрите на это. За картиной прятался какой-то мусоропровод. Странно. В этом здании нет мусоропровода. Не похоже, что он ведет на улицу. Не видно света. Давайте спрыгнем. Будь осторожна, Эш. Сейчас он туда завалится. Интересно, куда он ведет? Я же сказал, что завалится. Эш! Эш, ты в порядке, Эш? Наши Эшли отправляются. Вот. Хорошая Эш не получилась. Эш, ну где же ты? О нет, о нет. Не может быть. Пожалуйста, пусть она будет в порядке. Мы должны выяснить, куда он ведет. Как мы? Что мы? Я полезу вниз. Другого выхода нет. Чувак, нет. Ты сейчас не соображаешь. Что, если ты тоже упадешь, или приземлишься на нее? Если она еще жива, это может ее убить. Ладно, хорошо, ты прав. Давай подумаем. Воу. Какой-то там небесный. Я знаю, куда он ведет. Куда? Что? Откуда? Неважно, просто сходи за Тоддом. Встретимся в подвале. Видимо, там было написано, куда он ведет. Что происходит? Сан, что ты увидел? Эшли в порядке? Все будет хорошо. Помоги-ка мне с этим. Этой квартирой уже давно никто не пользовался. Этой квартирой никто уже давно не пользовался. Она в плохом состоянии, но Эдисон не может позволить себе ремонт. На пятом та же, та же фигня. Это было в твоем видении, Сал. Это немного иначе работает. У меня просто объявляется интуиция. Обостряется интуиция. Ладно, веди нас. А мы с Ларри поможем, чем можем. Заперто. Погоди, один из... Погоди, один из ключей Пакертон напоминает старый ключ от квартиры. Попробуй-ка его. О, ой, точно. Я совсем про них забыл. Прекрасно. Здесь ничего нет. Дай мне минуту, чтобы осмотреться. Ладно. Слушай, здесь даже лучше, чем у той старухи. Давай-ка это, вдруг призраки какие. Опять спальня один, спальня два, смотри. Ну пошли, спальня два. Так, ничего. Опа, ну дырка какая-то, ковер. Ковер порван в этом месте, похоже на... Ну что, под ковер залез? Ребята, идите сюда, взгляните. Чувак. Должно быть, в здании есть незадокументированный подвальный этаж. Он точно не указан в чертежах, что я встречал. Возможно, старый погреб или нечто иное. Понятия не имел, что он тут есть. Третий ключ из квартиры миссис Паккертон подходит к двери. Эш, наверняка там внизу. Мусоропровод мог везти только сюда. Что ж, пора спускаться. Да ладно? Нифига себе! Ну-с, выглядит хреновенько. Потрясающе. Это архитектуре как минимум несколько веков. Несколько веков кровавого сатанизма. Жестяк какой-то. Все покрыто плотным слоем пыли. А это, скорее всего, означает, что здесь уже давно никто не обитает. Надеемся, что зловещая история этого места осталась в прошлом. Да уж. Что ж, нам нужно как-то пройти через врата. На виду нет никаких очевидных механизмов, запускающих большие врата. Должно быть они встроены в стены. Весьма вероятно, что устройство, управляющее вратами, скрыто. Нам стоит разделиться и обыскать комнату. Видимо, вот эту пентаграмму надо как-то покрутить. Чем ее крутить? Какая-то... Какая-то... Древняя книга в кожаной обложке с изображением козьей головы. Текст написан на другом языке, а страницы пахнут днилой плотью. У меня от этой книги сильное дежавю. Что странно? М? Что это такое? Смотри, я могу куда-то дальше идти. Опа, а я в какую-то секретку пришел. Еще одно пустое письмо. Внутри больше ничего нет. Коротко, прикинь, как секретку замаскировали. А я слышу, главное, топот есть. И главное, куда-то персонаж уходит вдаль. Я думал, сочелый баг какой-то такой же, как он на старте был, знаете? А тут вот он еще. Ну ладно, ладно. Поговорим? Немного странно, что в подобном месте есть лампочки. Должно быть, их установили позже. Но конкретно эта зеленая лампочка особо привлекает внимание. Никогда раньше таких не видел. Как ее включить? Очередная загадка. Я не нашел выключатель, хоть и смотрел все в округе. Ха. Хорош, он и... Хорош. Опа, видал, как я могу? Как интригующе. Судя по всему, эти зеленые лампочки часть какой-то системы. Когда я включаю, их энергия передается в пол. По всему прочему, они должны быть поглощают ту же энергию, что излучает супергирбой. Так как ты смог запустить их с помощью его? Как думаешь, что это значит? Честно говоря, я не совсем уверен. С подобными технологиями я раньше не сталкивался. Но весьма вероятно, что эти предметы использовались для чего-то сверхъестественного. Возможно, даже для призвания красноглазого демона. Как его там звали? Бандерлог. Призрак коммунизма. Глаза красные, потому что... Хорошо, что культа больше нет. Как и самого демона. Ой, зря ты говоришь, что его больше нет. Я думаю, он еще есть. После того, как найдешь эш. Все равно лучше разбить здесь все к чертям. На всякий случай. На самом деле, я хотел бы поподробнее изучить некоторые из этих предметов. Возможно, они окажутся чем-то полезны. Я тебя понял, говнюк. Так, ладно. Так, здесь яма никакая. Так. Пирамиды, наверное, зажгутся, когда я все лампочки включаю. Так, у этого просто трезубец. Нету лампочки никакой. Да, поболтаем. Вот и нафиг здесь все эти пики. Я шагу, блин, не сделаешь ни уколов палец. Обосраться, как больно. Древняя книга в кожной обложке, на которой изображена птица в кругу. Текст написан на другом языке, так что я не могу его прочесть. Некоторые страницы орошены кровью, а нижняя часть самой книги обожжена. Когда дотрагиваюсь до нее, у меня начинается кружиться голова. Словно от нее исходит какая-то странная энергия. Ну-ка, повязаем ее, нет? О, вот и лампочка. На презерватив похоже. Эй. Здесь есть? Нет, здесь секретки нет, слышишься, брат. Тык, остановился. Так, давай лампу вставляй. Оп. Чувак, те мелкие обелисковые хреновеньки только что-то увеличились. Хе-хе-хе-хе. Ты только глянь. Увеличились хреновеньки. Так, ладно, давай дернем их. О, понятно. В общем, нужно выстроить все это дело. Пинтограмму. Так, значит, смотрите, этот круг, этот рубильник дергает. Вообще. О. Нормально. Ха-ха, собрал. Что тут такое? Плита, смотри, встала. А если слезть, то она начинает опускаться. Нет, она открылась. А, хорош. Чувак. Ты что, до сердечного приступа меня довести хочешь? Я чуть штаны не наложу от страха. Прости, я сумел на секунду приоткрыть врата, но ручак не желает держаться на месте. Тот, можешь постоять на этой платформе? Мы с Ларей пойдем искать Эш. А ты позаботишься, чтобы нас не замуровало. Да, конечно, могу. А он, может быть, знает и из этих, на самом деле. Специально сейчас он заманит туда и уйдет сам. Или его кто-нибудь заберет. Готов? Нет. Ну, Эш, где-то там. Так что погнали. Плюс он уже сказал, что он где-то в больнице. Понимаете, иначе его кто-то, наверное, ломанул. Поосторожней там, ребят. Ой, поосторожней там, ребят. Не хочу тут еще кого-то потерять. Круче и круче становится. Тут два прохода. Нам стоит разделиться. Конечно. Конечно, делиться в самом противном месте нужно. Я боялся, что ты там скажешь. Я тоже не пошел бы делиться сейчас. И почему со мной все время происходит такая бабуиня? Ой, я теперь им управляю. Сейчас что-то будет, ребят. Он же должен умереть. Оп-т. Да это место просто лабиринт какой-то. Войти. Так, нужно знать, в какие двери входить, ребят. Раз, два, три. Всего три двери. Так. Три. 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 Один. Один. Три. Три. Попробуй музыку убавить. Давай, убавим музыку. Музыки нет. А, вот это вот штука. Бу-у-у-у-у-у-у. Все, понятно. Я просто не слышал за музыкой, ребят. Это твой. Здесь тоже его нет. Значит, в первую. Во. Теперь все слышно. О-о-о. Я дошел. Давай. Так, что это такое? Дверь какая-то. Надо разобраться, как открыть эти дурацкие ворота. Не кричи на меня. Книпал, а кто первую отжимает? Опа. Хорош. Что-то бегло-бегло-бегло-бегло-бегло. И получилось. Заходим. Опа-на. Так, салт делает то же самое, да? Ну, давай. Я теперь звук слышу. Здесь нету звука. У сали наоборот, где нет звука? А, точняк. Я слышу, что две комнаты, где есть звук. А мне нужно, значит, куда нет звука. Все, я понял. Нету. Окей. Здесь есть. Значит, в первую дверь. Давай, 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 давай. Еще самое интересное будет. Звук. Нет звука. Так, куча звуков. Отлично, смотри, книга. Древняя книга с деревянной обложкой. В ней высечен черный круг, сделанный из другого вида дерева. Крупкие страницы покрыты нарисованными символами. Я не могу их разобрать. Но от них становится горько во рту. О. Ну-ка, проверим их. Ммм, опять педальки, ребят. О, здесь две двери. О, туда лучше не ходить. А можно нам... Нет, туда не пускают. Хе-хе-хе. А было бы прикольно. Так, здесь три. Здесь три. Кто-то вспомнил про донат. Это Игорь и подчеркивание. Шмита-та-та-та-т подсказывает тебе, не подсказывай. Донат не донат. Ты все равно не нашел рычаг за Ларри. Аж обидно. Минус кусок истории. Минус ачивка. Рычаг за... А как за Ларри найти рычаг? Как за Ларри рычаг найти? Ну, в любом случае, у меня будет еще одно прохождение на полной, полностью на все ачивки, поэтому... Как бы сейчас-то чё кричить? Ты говоришь, что надо все стены осматривать. Чё, прожимать, что ли, вот так? Я тебя понял. А за Салли тоже надо было рычаг найти? Ничего страшного, ребят, сделаем еще. Мы будем перепроходить все это дело. Опа-на. О, ты вовремя. Думаю, чтобы открыть врата, нам нужно одновременно потянуть эти рычаги. Видимо, мы прошли по большому кругу. Комната за вратами в самый центр этого места. Это последняя комната, иж должна быть внутри. Ну, давай, тягай. Ага. Он чё-то хочет. Хм. Туда штуку эту вставить надо, которую у него в кармане есть. Точняк. Думаю, эта странная шестиугольная штуковина из стола миссис Паккертон некий ключ. Ого. У-у-у-у. Вот они все кости где, смотри. Принцветые яйки. Тут и ни в одной квартире, значит, такое есть. Смотри. Эш. Эш, ты в порядке? Эш. Она что? Она все еще дышит. Давай, помоги мне ее поднять. А? Она очнулась. Что? Что происходит? Где мы? Чумиха. Ты свалилась в долбанный мусоропровод. Я думал, мы тебя навсегда потеряли. Я рад, что мы тебя нашли. Ты в порядке? Кажется, да. Просто в голове туманы. Тело болит. Но хоть кости не сломаны. По крайней мере, мои. Хе-хе, блин. Эш, не поверишь, через что мы прошли, чтобы тебя найти. И все благодаря Сане. У него получилось очередное... Случилось очередное видение. А потом мы нашли старую дверь в подвал. А потом спустились по длинной жуткой лестнице. А потом нашли долбанный культистский храм. Или что-то я еще вообще. Было, я так и не понял. А потом наткнулись на кучу загадок, ловушек и лабиринтов. А потом тот... Тот держит для нас открытыми главные враты, чтобы к нему вернуться. Ох, как все сложно это все переварить. Поверить не могу, что нечто подобное находится прямо под апартаментами. Спасибо, что пришли за мной. Не знаю, что бы я без вас делала. Так как мы поступим. Миссис Пакертон убила целую кучу людей. А колбаса... Нельзя же на это просто забить. Определенно, нельзя. А судя по тому, что вы рассказали мне о внутренних комнатах храма и о квартире миссис Пакертон, весьма вероятно, что и она оказалась поглощена культизмом. Хоть братство и распалось много лет назад, она могла просто наткнуться на эту дверь, как мы сами. Или возможно она его последний выживший член, и теперь пытается самостоятельно завершить их планы, какими бы они ни были. Ты же и не думаешь, что она пытается возродить красноглазого демона? Надеюсь, что нет. Но если это так, мы будем готовы. Блин, мы должны ее остановить. И желательно до того, как это произойдет. Знаю, что идти в местные органы не вариант. Возможно, стоит связаться с полицией штата или ФБР. В этот раз наши родители хотя бы не смогут отрицать происходящее. Они помогут нам, когда мы покажем им, что находится под этим зданием и чем занималась Пакертон. Я ж права, в этот раз стоит привлечь наших родителей. Может, стоит просто ее убить? Чего? Митис Пакертон, может, стоило просто ее убить? Она старая, так что ничего сложного. Мы не можем просто взять и кого-то убить, Ларри. Тогда мы станем ничем не лучше нее. Обычно я бы имел возражение против причинения кому-то вреда, но в данном случае Ларри, возможно, прав. Тот, Ларри, ребята, вы серьезно? Подумайте обо всех странных необъяснимых событиях, которые произошли в апартаментах Эдисона и вообще в Нокфиле. Чем больше я об этом думаю, тем меньше мне кажется, что миссис Пакертон работает в одиночку. Наверняка ей помогает кто-то за стороны. Это объясняет, почему полиция скрыла подробности убийств Чарли и семейства Холмс. Неясно, как далеко распозлась эта гниль. Проклятие. А это ведь логично. Сэл, ты сегодня уже говорил о чем-то подобном? Не знаю, возможно, это... В этот раз нам и правда придется справляться самими. Возможно. Знаете, самые серьезные проблемы обычных подростков. Всякие мелочи вроде популярности и красивой прически. Но у нас тут все иначе. Нам, видимо, нужно волноваться о спасении мира. Так что же произошло? Мы решили, что утро вечера мудренее. Оно как раз уже почти наступило. И все ужасно вымотались. Учительница. Что вы в итоге решили? Пошли в полицию? Нам не пришлось этого делать. Как оказалось, с тем самым вечерком вечером Пакертон попала в аварию по пути домой. И она и второй водитель погибли при столкновении. Ого, как удобно. Если не верите, можете сами поискать информацию. На следующий день первую полосу газет украшал заголовок. Семи любимой учительницы Нокфилл Хай убита пьяным водителем. Но, конечно, вы ничего не найдете о трупах в ее квартире или о том, что она кормила учащихся человеческой плотью. Это все скрыли. Понятно. Мне плевать, если вы мне не верите. Это правда. А вы обещали пустить в эфир полную историю. Не переживайте, Салл. Она выйдет полностью. Я всегда держу свое слово. А еще думаю, что зрителям будет очень интересно вас послушать. Сейчас за вами все наблюдают. Вы говорили о своей подруге Эшли с небывалой теплотой. Я так понимаю, вы с ней были очень близки. Вы даже считали ее одной из своих лучших друзей. Как и Ларри Джонсона с Тоддом Моррисоном, верно? Да. А это вы видели? Убийцу Салли Крамсали сегодня состоится в суд по делу массового убийства. В том числе всей его семьи. Источники сообщают, что обвинитель вызовет Эшли Кэмпбелл для дачи показаний против Салли Крамсали. Кэмпбелл – давняя подруга Салли Крамсали. Говорят, они были очень близки, когда учились в старших классах. Капли пошли, смотри. Плачет. А что с Тоддом? Вы обещали рассказать мне про Тодда. Ох, точно. Конечно. Мы вчера снимали сюжет про Моррисона. Он до сих пор в больнице после произошедшего той ночью. Он все еще вне себя, не восприимчив, не разговаривает. Так что мы не сумели с ним пообщаться и в основном вели диалог с его доктором. Мне жаль Сал, но судя по всему Моррисон не идет на поправку. На самом деле его состояние становится только хуже. Говорят, что ущерб, который был нанесен ему той ночью, необратим. Он не отличает выдумку от реальности и только и хочет, что умереть. Когда ему отказывают в смерти, он начинает вести себя невероятно агрессивно. Я... я должен ему помочь. Я должен как-то ему помочь. Даже доктора и квалифицированные специалисты не смогли помочь Тоду. Так же... как же вы сумеете это сделать? Я знаю правду. Я знаю, что произошло на самом деле. Я знаю, что не так с Тоддом. Чувствую, концовка где-то уже рядом. Сейчас он как орнет на меня, смотри. Блин! Тварь, так и думал. У него красный демон съелся, да? Продолжение следует. Открытое достижение. Сыт по горло. Это единственное достижение, которое я открыл, ребят. Из семи. Чувствуете? Нам впереди еще предстоит очень многое. Офигеть, я ничего не сделал, ребят. Никаких ачивок. И нам, ребята, нужно будет перепройти этот эпизод еще с выполнением всех ачивок. Ну, конечно, мы будем пропускать все реплики, которые мы уже видели до этого. Но, я думаю, там будет много новых и интересных реплик. Ну, что ж. Ладно, пока как бы делать нечего. Мы прошли с вами третий эпизод. История закручивается. Я даже не знаю, что нас ждет впереди. Блин. Когда там следующая серия? Обычно раз в полгода выходит где-то. Ну, в общем, где-то там в районе октября, наверное, ноября. Ну, я не знаю. В общем, под конец года ждите. Будет продолжение. Ну, мы еще снимем еще одну серию, я сказал, да. По прохождению всех ачивок. Там наверняка откроется новый контент, новые реплики, новые картинки. Так что не забывайте. Не факт, что прям завтра-послезавтра выйдет. Но, как только я со всем этим разберусь, мы обязательно снимем. Ну, а пока всем спасибо за внимание. Лайкусы ставьте. Не забывайте колокола жать. Потому что вдруг проглядите. Новый видос по этой игре. Надо, надо, надо. Ну, а я с вами пока прощаюсь. Всем спасибо. Всем пока. Чсю. БААААААААААААААААААААААААА